Владимир Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Александрович. Ну что, говорим с вами в последний день трансферного окна и много событий. Ну, прежде всего, Акрон подписал контракт с Артёмом Дзюбой. Он теперь будет играть за команду из Тольятти, которая выступает в РПЛ и в Самаре. Какие у вас впечатления? То есть, уже шума намного меньше, чем, ну, конечно, по сравнению с предыдущими командами Артёма. Ну, вот так вот. Что вы скажете? То есть, это, конечно, не трансфер Соболева, но тоже достаточно любопытная история. Сергей, я не знаю финансовую составляющую этого контракта. Насколько она ударила по бюджету команды и по престижу. Да. Вы не знаете, о каких деньгах они тренировали? Ну, нет, пока, Владимир Николаевич. Но это же свободный трансфер. Это за него трансфер не надо платить. Я понимаю. И очевидно, что более остаточную команду себе футболист найти не мог. А более того, раньше руководители Акрона говорили, что нет, не ведут переговоры. Он не нужен, как бы мы на него... Вы хотите сказать, что у него заработная плата довольно скромная? Ну, я хочу сказать, что она, конечно, совершенно не такая, какая была в «Локомотиве». Ну, наверное, тогда они и задачу перед ним ставят не такую высокую. Ну, не знаю, что по этому поводу тогда сказать. Если его задача скромная, остаться, видимо, в высшем дивизионе. Ну, вы знаете, когда скромные задачи... Вы знаете, ведь сильная сторона Артема Дзюбы, он не только в подыгрыше был хорош, но и в самостоятельных действиях. Но все равно ему нужны сильные, сильные футболисты, с которыми он мог бы выделяться. Насколько он сможет выделяться с теми футболистами, которые в Акроне, но я думаю, это будет достаточно все равно интересно. Потому что Артем амбициозный футболист, и он все-таки захочет хоть как-то блеснуть. Четыре-пять гола забить, обогнать Кержакова, да? Что-то, какие-то мелкие задачи перед ним будут стоять. Ну, безусловно, и заявить о себе, что он еще может играть в высшем дивизионе российского чемпионата вполне. Владимир Николаевич, а с чем связываете то, что он никак не мог найти команду? И так как-то достаточно обидно о нем говорили. То есть я думаю, что сейчас он, конечно, тем, кто говорил, что он им не нужен, он пистон там пришлет. Вот как бы, да, но почему так не мог найти команду? Ну, все-таки сейчас, посмотрите, у нас большая группа футболистов там не могла найти команду, и так они трудоустраивались в последний момент. Ну, Сергей, вы знаете, я поначалу был несколько ошарашен, что Локомотив не хочет продлевать с ним свои обязательства. Потому что Артем заслужил к себе отношения определенные, уважительные. Но когда вижу, как сейчас играет Локомотив интересно, я немножко подостыл. Может быть, действительно они увидели перспективу развития более молодого состава, много перспективных интересных футболистов. Ну, думаю, ну что ж, тогда, да, если у него была очень большая заработная плата, а Локомотива скромные, скромные финансы в настоящее время, то я понимаю ситуацию, она доказана фактом того, как играет Локомотив, и кто в Локомотиве играет. Уж если они от Глушенкова тоже отказались. Я бы не удивился, что при таком раскладе они бы и от Пеняева легко отказались, потому что Пеняев сидит на скамейке у них, понимаешь, и, видимо, они считают, что и без него можно. Вот. Впору действительно было Пеняева отдать в Зенит, чтобы он там показал себя. Если Зенит его хотел брать сейчас, Владимир Ильич? Ну, я не хочу, так сказать, вообще не хочу трогать фамилию Пеняев, потому что для меня это звезда, вот. И просто так вот бросаться, кто Локомотив, Зенит, вообще кто что, не надо. Он на своем месте и покажет еще себя. Другое дело, что вот это вот все переходы странностей, но то, что вот Зенит, так сказать, вдруг выдвинул свою идею, свое видение от Андрея Аршавина, она исходила, я не помню, или от кого, когда они сказали, нам нужен Тюкавин, нам нужен Пеняев, нам нужен... Захарян. Захарян. Ну, Захарян, ну, я не знаю, нет, Сергей, вы зря сказали. Они именно второго из этого... Как его? Глушенков. Глушенков, Пеняев и вот Константин Тюкавин. Вот тройку, которую они хотели видеть у себя. Очень хорошая тройка, честно сказать. Вот. Вот такой замах, я вообще, мне он очень приятен, что есть команда, которая сразу вот такую тройку хотела бы взять. И я не думаю, что там... Вот сейчас разговор о том, что денег не хватило, того не хватило, того не хватило. Ну, чего-то не хватило. Чего-то не хватило, да. Но зато, Владимир Николаевич, замаха хватило на Соболева. И я смотрю, сейчас-то, ну, хейт такой очень жесткий идет, да. То есть и баннер оскорбительный там со стороны фанатов Спартака и кричалка была такая, то есть ему посвященная, да. То есть и, в общем, что вы об этом думаете? То есть вот по поводу такого жесткого отношения болельщиков Спартака. Сергей, вы знаете, в болении футбольной всегда присутствует обида. Да. Вот, поэтому она не связана с футболом, она связана с обидой. Поэтому, наверное, у болельщиков Спартака есть основания обижаться, но в глубины болельщики не могут опуститься, в глубины познания, что же произошло. Но то мужество, с которым вел себя Соболев и решительность в переходе, говорит о том, что не все хорошо, с моей точки зрения, у Спартака со своими внутренними амбициями. Понимаете? И Соболев подверг сомнению способность Спартака быть чемпионами. Он приходил в Спартак стать чемпионом. Он там три года провел, а вы, как говорите, даже больше, чем три года. И он увидел, что способности у команды становиться чемпионом, с таким составом, который есть у Спартака, это не чемпионский состав. Когда он об этом сказал, с ним поспешили расстаться, скажем так, за хорошие деньги. В том, что Соболев ушел из Спартака, и Спартак его купил за пять, продал за десять, говорит о том, что это хорошая сделка. Хорошая сделка для Спартака. Понимаете? Поэтому, когда говорят там зенитовские болельщики, спартаковские болельщики, зачем надо было брать такого футболиста? Простите, Спартак понабрал сейчас иностранцев целую кучу. Один только по трансферу превышает стоимость Соболева. А российские футболисты всегда стоят дешевле, чем приобретенные иностранные футболисты. Согласитесь со мной. Поэтому о чем это говорит? О том, что Соболева по деньгам, если определять качество по деньгам, а это должно быть, присутствовать такое, такое равенство, то отдали классного футболиста, а купили очень сомнительных футболистов. Вот о чем это, о том и разговор. Тем более, что российские, мы испытываем недостаток звезд именно российских футболистов. Ну, не более того. Другое дело, что есть мнение Олега Ивановича о том, что такие здоровенные не нужны. Есть мнение и нового главного тренера, что он не любит со здоровенными играть. Ну, не нужен, значит, не нужен. Ничего о здоровенных и новом главном тренере, возможно, не в этой программе, Владимир Николаевич. Поговорим я по поводу этой кричалки. Ну, то есть, высказался и, значит, разные мнения идут. Да, и вот, по-моему, Владимир Пономарев говорил, ну, известный ветеран ЦСКА говорил, я просто ищу цитату. Дешевое повидло о Соболеве. В Зените все ребята бегущие, а он телега не смазанная разбалансирует всю команду. Значит, Андрей Сергеевич говорит, фаната Зенита вряд ли его примут. Вот он игрок Спартака, плюс неприятная стычка, ну, все мы помним об этом. Хотя Дзюбу тоже особо не любили, но по 20 мячей забивать ему это не мешало. То есть, вот такая история. Что вы думаете, как его там примут? Потому что, ну, то есть, мы помним же историю с Дзюбой, когда он уже и своим перестал быть в Спартаке, но и в Зените-то некоторое время был чужим, Владимир Николаевич. Что вы думаете? Ну, вы знаете, болельщинская среда Зенита задиристая сама по себе. А какая, Владимир Николаевич, какого клуба у болельщинской среды не задиристая? Нет, есть более либеральные, безусловно. Более либеральные, у которых не такой бэкграунд сильный. Ну, у Зенита это определяется богатством Мегаспрома, а не зенитовскими традициями. Просто, когда за тобой стоят такие огромные деньги, у болельщиков хватает наглости все время кричать за каких-то там ребят. Пришел российский футболист, а было огромное количество иностранцев. И они что-то раскрывают рот по этому вопросу, понимаете? Дело-то в чем? Пусть радуются, что пришел российский футболист, прям совсем все плохо. У вас, про вашу команду все кричат, что вы недостойные, недостойные называться российской командой. И над вами все смеются за то, что вы за деньги покупаете свои золотые медали. Вот в чем суть. А они еще недовольны с кем? Соболевым за то, что он в Харью дал одному там бразильскому футболисту и смело действовал. Это настоящий российский гусар. Это доблесть российской души. Артем, я уверен, что Артем раньше был, а теперь пришел Соболев. Это лицо Зенита будущего. Если он сумеет доказать, что он лучше, чем два нападающих, приобретенные Зенитом, достаточно высоких и быстрых, как говорят специалисты, что вот они быстрые, а он медленный, ну вот мне, например, он нравится. Я считал, когда Соболев играл в Спартаке, это лицо Спартака. Я думаю, что это будет лицо с Зенитом. Чем быстрее он станет лицом Зенитом, тем быстрее позор Зенита в своем лице изменится. Я устал от темнокожих лиц Зенита. Понимаешь, просто устал. Может быть, это здорово, но понимаете, как только мы будем говорить, писать книги по истории Зенита, получится, что это история Черной Латинской Америки. А я не хочу этого, Сергей, вы понимаете? Я поймал, знаете, ну не то, что поймал на мысли, а вот мы с вами об этом уже говорили. Вот я был сейчас на ретро-матче Спартака, давайте его так называть, в честь десятилетия арены. И ведь мы же дожили до тех времен, когда футболистов в ветеранские матчи мы завозим из Бразилии. Весь как бы там и Вилеттон, и Ари, и Меники, ну и Меники не бразилец, но вот-вот как бы дошло до этого. Дошло до этого. И я вижу, что кто-то спустя время там Ари хорошо говорит, прекрасно по-русски, потому что у нее, по-моему, русская супруга, не знаю как, Вилеттон, очень плохо по-русски говорит. Но, то есть, получается, что мы к этому идем, и вот давайте представим, спустя 10 лет мы проводим ретро-матч «Зенит-Спартак». Кто у нас выйдет на поле? И Сергей, вы знаете, я прекрасно понимаю, о чем ваши заботы. Я понимаю, что это не самое главное. И да, и я не пропитан каким-то неуважительным отношением к темнокожим футболистам из-за того, что они темной кожей. Нет, я вполне к ним нормально отношусь. Они просто иностранцы для нас. Их очень много, этих иностранцев. Эти иностранцы не помогают нашим футболистам играть, а они доминируют. А наши за ними носят, так сказать, фортепьяно. Так ведь, Сергей? Ну, это действительно, да. В этом разговор, в этом разговор. А мы называем команду российской. Об этом я неоднократно подчеркивал, что сказал Владимир Владимирович Путин, которому никто не прислушался. А я считал и считаю, что если к первому человеку страны не прислушаются руководители футбола, их немедленно надо... Ну, не хочу нехороших слов говорить. Потому что сам Владимир Владимирович против этого говорит, что это не наш метод. Понимаешь? Но когда не слушаются и даже не дослушали его фразы, о чем он говорит. Он говорит-то о чем? Что это вообще смешно. Смешно называться чемпионом страны за счет иностранных футболистов. Это говорит президент страны. И говорит это шесть лет назад. Но что отвечает Сергей? Послушайте, я просил вашего... Что ему отвечает Сергей Александрович Фурсенко? Он говорит, там восемь иностранцев. Вы простите, Владимир Владимирович, он говорит. Это просто, так сказать, это в Лиге Европы произошло. А вообще мы учитываем правила, мы играем по правилам. Вот знаете, это вот хорошее... Вот какие у вас претензии к «Зениту»? «Зенит» играет в соответствии с правилами высшего дивизиона Российской Федерации. Которые его же бывшие менеджеры и установили. Так вот, Сергей. Сначала Сергей Александрович утверждал, что восемь человек, да, это превышение того лимита, который тогда. Но сейчас этот лимит нормальный. Сейчас по восемь человек выходит в каждую... Вся пятерка лучших команд страны, все выходят, ну, кроме сейчас «Локомотива», все выходят в таком составе. И вообще им наплевать. Более того, что меня трогает больше всего, что болельщикам тоже наплевать. Лишь бы выигрывали. Вот в этих условиях, когда болельщикам наплевать, лишь бы выигрывали, получается так. Играет «Зенит» против «Спартака» одни иностранцы. Или «Зенит» против кого-то там «Динамо» не имеет значения. Кто там, с «Кордобой» вышли краснодарцы играть, которые клялись и божились за деньги своего миллиардера, что они только российские футболисты будут играть. Забыто это все. Задача выиграть с помощью денег своих миллиардеров. Согласны со мной? И наплевать вообще. А болельщикам наплевать. Сколько иностранцев. Если болельщика спросить, а можно играть 11 на 11 с иностранными футболистами? Я говорю, из 10 болельщиков 8 скажут. Наших скажут «Можно, если наша команда будет выигрывать». Владимир Владимирович, тогда давайте на эту тему порассуждаем. Очень важная история. Вы же говорили и в книге своей писали, и мне говорили в программах о том, что в Китае, если больше определенного количества иностранцев, если больше трех, люди перестают ходить на стадион. Сергей, это вы... Почему у нас такая культура не сформировалась? Почему у нас к своим относятся вот так? Объясню вам. Объясню вам. Коренится это отношение китайское к тому, что китайцы сейчас приобрели, и они смеются над нами откровенно, когда я встречался, сидел с очень уважаемыми китайскими представителями и властью.